Вышел ночью на кухню, потому что начала вода течь, прорвала кран. Залез перекрывать воду и за столом увидел просто вот это вот чудо. Это чудо никто иной, как удав обыкновенной. Игоря сюрприз не напугал. И хотя ночь выдалась бессонной, к найденушу он успел привязаться. Дальше? Думаю себе его оставить. Мог от соседей перелезть. Только вопрос вот как. На самом деле Таировский удав еще маленький. На свободе его собратья достигают 4 метров в длину. У него есть все шансы дорасти до 3. И вот тогда лучше его в квартире не держать. Ну а пока его единственная защита – крепкие зубы. Змея опять же не ядовитая. Но удав с ним сложнее в том, что у него зубы большие. То есть он укусит больнее, чем полос. Хотя это не опасно, но неприятно. Потому что у него такие большие зубы – это более серьезный хищник. Что я подумала? Я ее хотел вызывать мужиков каких-то и убить. Этот ярко-оранжевый змей не на шутку напугал жителей дома по улице Новосельского. Но беглец из домашнего террариума испугался толпы еще больше. Моисовый полос. Это змея родом из Азии. Она часто содержится в частных террариумах. Это скорее всего сбежало у кого-то из ваших соседей. Если хозяин так и не объявится, его любимец навсегда останется жить в городском террариуме. Кстати, точно такой же змей уже три недели терроризирует жителей Бреуса. Там объявили настоящую охоту на зверюшку. Говорили, что змею видели вот в этом месте. Там какой-то такой есть желоб, забитый был камнями. И он ведет куда-то там в ливневую канализацию. Или дальше там есть какие-то проходы, куда можно уже в подвал самого девятиэтажного дома. То есть спрятаться там в змеи, есть где раздолье огромное. И я из этого желоба вытаскивал камни, очистил. Но змеи там уже давно не было, потому что ее видели там раньше. Если вот змею видели сейчас, и вот она сидит, или кто-то проследил, куда конкретно она заползла, тогда ее можно поймать. Но если ее потеряли из виду, вот полчаса назад она была, а сейчас уже не знаю где, найти ее невозможно. Но чаще всего пугают людей обычные уже и позы, которых в изобилии в Одессе и области. Кстати, опасные виды у нас не живут. Да и дома ядовитую змею решится держать не каждый. Ну а те, кто хотят завести необычного питомца, должны быть на чеку. Змеи часто вырываются на волю. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Репортер.